Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Сегодня мы начинаем читать книгу пророка Осии. Запись делается для библейского портала экзегет.ру. Книга пророка Осии является первой в единой книге 12 так называемых малых пророков Троясар. Хотя, по всей видимости, Осия не был первым письменным пророком. По всей видимости, книга пророка Амоса была составлена раньше, и Амос жил раньше, чем Осия. Но книга пророка Осии оказалась первой среди 12 книг малых пророков. И, возможно, одной из причин такой вот первой позиции в корпусе 12 является содержание этой книги. Книга начинается необычно. Начинается она со супружеской метафоры, где говорится о необычном браке пророка, о необычных детях, которые от этого брака родились. И об этом мы сегодня и порассуждаем над содержанием первой главы. По всей видимости, хотя здесь и сказано о Иеравааме, сыне Иоасове, царе Израильском, основное содержание книги пророка Осии, основные пророческие речи, приходится на несколько более поздний период. Может быть, пророчество началось при Иеравааме II, самым, быть может, успешном царе Северного Израильского царства. Но содержание дальнейших глав этой книги позволяет говорить о том, что в самые последние годы существования Израильского царства пророчествовал пророк Осия. В его речах отражаются события самых последних времен этого царства, быть может, последние 15-10 лет существования Израильского царства. Последние 7-8 лет царствовал царь, тезаименитый пророк Осии, его тоже звали Гоше. Год падения Шамрона, столицы Израиля, известен, это 722 год до Рождества Христова. Но, согласно информации, содержащейся в 4-й книге царств, перед тем, как ассирийцы взяли столицу Израиля, она 3 года находилась в осаде. Эти 3 года следует учитывать характер библейского летоисчисления. Это может быть год с небольшим, поскольку учитывается остаток предыдущего года, основной год и начало следующего года. Часть года считается, даже если это небольшая часть, считается за целый год в библейском летоисчислении. Это создает определенные проблемы для хронологии библейской. Но вот сегодня большинство исследователей, библейских историков, экзигетов, согласны в том, что ассирологов, согласны в том, что взятие Шамрона, это 722 год, возможно, небольшое отклонение в датировке до 721 года. Перед осадой, видимо, или в начале этой осады, последний царь израильский, которого тоже звали Ошея, Осия, он был схвачен ассирийцами, заключен под стражу, и осаду жители Шамрона держали уже без своего царя. Вот это все отражено в книге Осии. И мы увидим из содержания дальнейших глав, что основные пророчества, основная проповедь Осии, приходится на последние годы существования Израильского царства, когда уже это царство сжалось до Шамрона, до столицы Самарии и до окрестных территорий Ефремова-Нагорья. Это то, что библейские историки, библейские археологи называют агонией Израильского царства. Это последний период, когда царь Осия перестал выплачивать дань ассирийскому своему сюзерену, у которого с ним были вассальные отношения Израиля с ассирийской империей, что вызвало гнев ассирийского царя и вторжение ассирийских войск во главе с Салмонасаром в израильскую землю. Начало слова Господня к Осии. «И сказал Господь Осии, иди возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». В пророческих книгах и в так называемых исторических книгах Ветхого Завета пророки не только пророчествуют или, скажем, видят видения, они еще и совершают разные символические действия. Но самым, наверное, необычным, самым скандальным и самым шокирующим символическим действием было действие, которое совершил по указанию Господа пророк Осия. Он должен был, по слову Божию, пойти и взять себе в жены женщину, которая здесь называется «зона». «Зона» — это проститутка, женщина, которая зарабатывает себе на жизнь, вот этой своей профессией, продажная женщина. Благочестивое слово «блудница» здесь не совсем правильный перевод, потому что блудницы, они занимаются этим делом ради удовольствия, а «зона» — проститутка, она этим зарабатывает себе на хлеб, чтобы прокормить себя и своих детей. Наверное, должно это было шокировать Осию, такое божественное указание. Но а для чего все это будет сделано? Столь, наверное, отвратительное для пророка действие, и которому он вынужден будет подчиниться, потому что невозможно противиться воле Божьей, и все, что Господь не прикажет, пророк обязан делать, а если он не захочет делать, Господь его насильно заставит это сделать, и никуда пророку от этого не деться. Для чего он должен был это сделать? Здесь объясняется. «Ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа». Таким образом, пророк изображает собой Господа, Бога Израилева, а жена изображает сам Израиль. «И пошел он и взял Гомерь, дочь Девлаима. Она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему, нареки ему имя Израиль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Израиля с дома Иеуева и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день, я сокрушу лук Израилев в долине Израиль. И имя жены, и имя отца этой женщины, и имя детей, которые родятся, их будет трое от этого странного брака, трое необычных детей. Эти имена, по всей видимости, носят символический характер, это говорящие имена. Мы не знаем, что значит имя Гомерь, и можно лишь догадываться, что от глагола «гомар» исполнять, но это не разгадывает суть этого имени, почему именно Гомерь. А вот об отце этой женщины, то есть, получается, о тесте Осии, мы знаем лишь, не больше, чем знаем о самой Гомере, мы знаем лишь, что его звали Девлаим, что в переводе переводится как «две фиговых лепешки». Ну, странное имя для человека, ребенка, которого родители назвали «две фиговых лепешки». Называет ли сегодня кто-то так своих детей? Навряд ли. То есть это имя, по всей видимости, символическое. Будет дальше в книге идти речь о разных видах культовой выпечки, о виноградных лепешках, у других пророков, тоже у Иеремии, например, разные вот эти вот культовые выпечки. И, возможно, как-то было это связано с культовой проституцией, которая процветала в то время среди хананеев. И вообще на Ближнем Востоке, в Передней Азии это было распространено. Прежде всего там, где процветал культ Ваала, культ Иштар, Астарты, там практиковались и вот такие формы почитания этих божеств, как такие формы культа им, как культовая или сакральная проституция. Кем была эта женщина? Здесь есть три варианта ответа, и каждый из этих вариантов мы можем встретить в современной литературе по библеистике. Впрочем, не только в современной, но и у святых отцов. Церкви, которые занимались этой книгой, комментировали, толковали ее. Один вариант ответа – это была обычная женщина, обычная девушка, девица, которую Асия когда-то взял себе в жены. Но она не сохранила верность им. Она стала от него совершать прелюбодеяния. Какого характера могли быть эти прелюбодеяния? Или это были просто прелюбодеяния бытового характера, она проводила свободное время с посторонними мужчинами? Это один вариант ответа. Или она совершала паломничество в культовые центры Израиля и Ханаана, и занималась там служением вот этим божествам, прежде всего, Ваалу, и участвовала в этих культах плодородия. То есть, занималась сакральной культовой проституцией. Второй вариант ответа состоит в том, что Асия действительно женился на культовой проститутке. На жрице, которая исполняла свою работу в одном из культовых хананейских центров, где бы процветал культ Ваала и разные ритуалы, связанные с культом плодородия. Ну и, наконец, третий вариант ответа. Кем же была все-таки дочь Девулаима, жена пророка Асии? Состоит в том, что это чистая фикция, что никакой женить бы не было и не было никакой жены. А это просто, как некоторые из отцов церкви, толковавшие книгу Асии, говорят, что это было видение пророку, и на самом деле не мог Господь, давший заповеди своему народу, заставить своего пророка эти заповеди нарушить и совершить его действия неприемлемые ни для пророка, ни для какого бы то ни было представителя народа Божия. Имена здесь необычные. Первый ребенок рождается, это сын, его называют Израэль. Израэль — это долина, долина на севере Израиля, в Галилее. Чрезвычайно плодородная долина, зеленеющая, орошаемая обильно источниками, не требующая искусственной ирригации. И буквально название этой долины, это название сохраняется и сегодня, мы можем увидеть на картах страны Израиля, Израэль означает Господь сеет, зеро это, семя, эль, эль это точнее не Господь, а Бог, эль, общесемитское название для Бога. Израэль. Но почему же нужно назвать этого сына Израэль? Здесь объясняется, я, прямая речь Господа, прямая речь Бога, я взыщу кровь Израэля с дома Иеуева. Напоминается о древней истории, когда, старинная история уже и для самого пророка Осии, который жил после тех событий, когда, задолго после тех событий, когда по приказанию Господню Иеуй, Еху, новый царь в Израиле, уничтожил дом Ахава, династию Ахава и всех его наследников. Это было сделано по указанию Господню, но Еху, Иеуй, он сделал это чрезвычайно жестоко, это описывается в книге царств. Он буквально залил кровью долину, происходило все это в долине Израэль, там происходило истребление дома Ахава, этого нечестивого царя, вводившего официальный ваализм в Израиле, истреблявшим по наущению своей жены Язавели, пророков Господних. Ахав был, как мы помним из записания Третьей книги царства, таким подкаблучником у своей жены, седонской принцессы Язавели, и исполнял ее указания. А целью Язавели была одна, искоренить яхвизм и насадить ваализм в Израиле, религию своего финикийского народа, из которого она происходила. И вот Иеуй, которого священное писание, книги царств, в общем-то, не порицают. Здесь косвенно порицается вот в этом пророчестве Осии. Здесь сказано, что будет положен конец царству дома Израилева. И кровь Иеуева, кровь, пролитая в Израиле, взыщется с дома Иеуева, с дома Иеху. И будет сокрушен лук Израилев в долине Израэль. Это произойдет совсем скоро. Совсем скоро вторгнутся полчища Теглат-Паласара третьего, и Галилея будет отнято от Израильского царства, и станет одной из очередных провинций, провинция Ассирийской державы с центром в Мегиддо. И вот тогда-то и совершится это пророчество. Лук Израиля, слабый израильский лук, будет сломан, буквально переломлен в этой долине Израэль. Израильское царство потерпит поражение от всесокрушающей военной машины Ассирийской империи. Все это будет сделано по воле Божьей. Ну и наконец, читаем дальше о рождении еще двух детей. И зачала еще, имеется в виду Гомер, и родила дочь, и он сказал ему, то есть Господь сказал своему пророку, нареки ей имя Ло-Рухама, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им. Ло-Рухама, так назвал дочь пророк своего второго ребенка, рожденного от брака с этой Гомерью, блудницей, проституткой, означает это имя непомилованное. Рехем это милость, но это также и глубокое-глубокое чувство любви, более всего подходящее для обозначения той любви, которой мать любит своего дитя, свое чадо. Поэтому можно перевести ее имя не только как непомилованное, но и как нелюбимое. Назовут ли родители свою дочь непомилованное или нелюбимое? Навряд ли. Поэтому это имя можно считать тоже именем символическим, именем говорящим. Я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им. Вот эти дети, эти имена должны были сказать всему Израилю времен Осии об отношении Бога к ним. Израиль не сохранил верность своему Господу, стал совершать прелюбодеяние, то есть поклоняться и служить иным богам. Занялся идолопоклонством и служением иным богам. Это духовное прелюбодеяние. Духовное прелюбодеяние в те времена было напрямую связано и с обычным блудодеянием, поскольку служение тем самым иным богам, прежде всего Валу, сопровождалось ритуалами культов плодородия. И откормив грудью непомилованную она зачала и родила сына. И сказал он, Господь сказал своему пророку, нареки ему имя Ло-Амми, потому что вы не мой народ и я не буду вашим. Израиль принадлежит Господу и никому другому принадлежать не может. Жена может принадлежать лишь одному мужу. Это совершенно очевидно. И поскольку верность жена не сохранила, поэтому она уподобляется женщине, прелюбодействующей от своего мужа, а израильтяне нарекаются не мой народ, так, как нарекается третий ребенок. Ло-Амми, Ам, это народ, Ло-Амми, не мой народ. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя не измерить, не исчислить. И там, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им, вы сыны Бога живаго. Вот несколько необычное продолжение этого рассказа, необычное продолжение пророчества. Казалось бы, пророчество нам говорит об осуждении, о суде Божьем, о наказании Израиля. Лук будет переломлен и так далее. А здесь звучит пророчество о спасении. Как, кстати, и выше, в 7 стихе «Дом Иудин помилую и спасу в Боге их». Вот некоторые современные комментаторы, авторы, библисты считают эти места позднейшей вставкой некого безымянного автора, иудейского редактора книги вот этого израильского пророка Осии. Но нет вовсе необходимости их таковой вставкой считать. Действительно, в большинстве случаев в книгах малых пророков пророчество о восстановлении, о реставрации, о помиловании звучит в конце книги. Но иногда встречается и по ходу повествования, по ходу рассказа, по ходу того или иного пророчества. И эти вставки, если это действительно вставки, а не единая пророческая речь, они вполне укладываются в видение пророка. Пророк Осия, хотя и пророчествовал в северном израильском царстве, его пророчество относилось к этому десятиколенному царству, основанному когда-то Иеравамом первым, схизматическому по отношению к дому Давида, к Иерусалиму царству. Но все-таки для него и судьба южан, братьев иудеев, для этого не иудейского, а израильского пророка, она тоже небезразлична. И всякий раз видеть за упоминанием Иуда или дома Иудина или Иудеи руку позднейшего иудейского редактора нет оснований. И соберутся сыны Иудина и сыны Израилевы вместе и поставят себе одну главу и выйдут из земли переселения, ибо велик день Израиля. Здесь пророчествуется о грядущем восстановлении, когда будет вновь один глава, имеется в виду, Израиль будет под руководством одного царя, и несомненно, этим царем является царь из дома Давидова. Позднейшие пророки, великие пророки, такие как Иеремия, Изякииль, будут прямо называть его Давидом. Пророчество это носит для нас, христиан, мессианский характер, потому что мы знаем, что Господь наш Иисус Христос, Он тоже из царского рода, из дома Давидова, и поэтому все пророчества, которые так или иначе связаны в Ветхом Завете с этим домом, мы можем видеть их исполнение, их реализацию, или первую стадию этой реализации, восстановления Царства Божия, Царства Господнего, мы можем видеть это исполнение на Христе. Вот что ж, так, таково содержание первой главы книги пророка Осии. Мы с вами читаем эту первую книгу, входящую в корпус единой книги двенадцати малых пророков, Треасар, и следующую нашу встречу мы перейдем к чтению второй главы. Запись делается для библейского портала exeget.ru ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...